МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная история. И хотелось бы рассказать о личном стрелковом оружии офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии. Это пистолет ТТ, он же Тульский Токарев. Данное оружие стало на вооружение в 1933 году. Предшествующее оружие – это револьвер системы Наган. Но барабанная система, хоть и безотказна, но требовала что-то новое. И пистолет ТТ – это было кардинально новое оружие. Хотя в других странах уже использовали подобное оружие. И конструкция в целом не сильно отличалась друг от друга. Но по надежности пистолет ТТ был все-таки на первом месте. Его очень любили офицеры. И мы помним, наверное, всем известную фотографию комбрига, где он в бой поднимает своих солдат. В принципе, в целом оружие довольно-таки внушительное. Имеет вот такой вот магазин. Данное устройство в магазине в пистолетной рукояти как и плюс, так и минус. С одной стороны плюс, с другой стороны не очень надежное крепление данного магазина являлось его минусом, потому что возможность утраты данного магазина была велика довольно-таки. Поэтому на магазине сделано специально такое вот кольцо, где можно было его зацепить, и чтобы не потерять непосредственно на поле боя. Также страховочный шнур можно было зацеплять, чтобы не потерять непосредственно оружие. В поисковых археологических экспедициях данное оружие встречается довольно-таки редко. За все время работы наш отряд нашел всего лишь один. Он вот здесь вот представлен, пистолет ТТ. Счастья не было предела, и зависти не было предела, потому что все остальные отряды, когда увидели, конечно, очень сильно завидовали. Данное оружие не бросали, и старались по возможности всегда, даже если погибал офицер, его забирали и заново выдавали, как и любое другое оружие, в принципе. За основу был взят при конструировании данного оружия, был взят кольт американский, но кольт был довольно-таки тяжелый, более одного килограмма двести грамм, и вес уменьшили. У пистолета ТТ сделали такой нужный, ну как бы нужный вес, который необходим был, чтобы хорошо удерживать и прицельно стрелять. У пистолета ТТ есть предохранитель вот такой, когда невозможно нажать на спусковой крючок, вот такой вот первый щелчок предохранителя, а непосредственно уже взвод, это уже взведение оружия на боевой взвод. После того, как у бойца заканчивались патроны, оружие вставало на защелку, о чем воину говорило о том, что патроны закончены, и нужно перезарядить магазин. То есть воин брал новый магазин, вставлял, и, соответственно, мог спокойно досылать патрон в патронник, и оружие находилось уже на боевом взводе. То есть можно сразу вести дальше прицельную стрельбу. Естественно, оружие для самообороны, для ближнего боя, дистанция, как правило, не более 50 метров, и стрелять на более дальнюю дистанцию не очень эффективно. Танкисты не очень уважали пистолет ТТ, так как в отверстие в танке дуло пистолета не помещалось. В отверстие в танке, чтобы можно было отстреливаться из башни непосредственно, подходил только пистолет в систему наган. А вот ТТ, хоть и был первоклассным оружием, но вот в эту амбразуру, вот эту щель у танка не помещалось. Пистолет ТТ по сей день находится в большом количестве на складах. Выпускаются также модификации, переделанные в сигнальные, в травматическое оружие. И на всем протяжении своя безотказность, точность при стрельбе и использовании в боевых действиях доказало, что данное оружие очень эффективно, надежно и служит для достижения той цели, которая поставлена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok